всем доброй ночи ну вот у меня сегодня вечером есть такой свободное времечко и мне как бы вопрос поступил опять же от подписчика вот как в турции при переезжая в турции как к нам относятся как говорится местные жители переезжающим нормы поведения все такое да это хорошо что спросили я про это и раньше говорил вам о норму поведения здесь человечные людям без разницы кто вы откуда вы какой вы веры какой вы расповедали какой у вас свет кожи какая у вас одежда вот как говорится если у вас какие-то увечья если вы инвалид или чё молочу всякое какое-то ущемление по каким-то таким признакам и расповеданию по свету кожица по языку не нету здесь нет такого абсолютно вообще но конечно имеет место быть так редких случаях но это очень редко а так пределовых отношениях конечно если вы иностранец если вы например покупаете квартир снимаете например или снимать какую-то отель или что-то что-то такое вот конечно если видеть что вы иностранец вы не знаете как бы скажем так ценообразование как-то что-то могут конечно сверху ложится но наши тоже от этого не отстают вот откройте русскоязычные русскоязычные я имею ввиду не русские русскоязычные а туда мы относимся почти все бывших снг бывших стран советского союза республика вот фейсбуки вот квартиры предлагают основном там фамилии как говорится наш русскоязычных это государств вот том числе и со средней азии есть россии и это самое которые предлагают квартиры на съем за очень даже большими да очень большие деньги вот там даже идет перепалка друг другом ругается там люди самые злятся до вас надо сдавать до вас это туда-сюда 5 10 так вот теперь вот поэтому вот хочу сказать ну кто как может так и зарабатывает кто как может так и зарабатывает так что я лично на такое обращение обращаю внимание но но хочу сказать что здесь восток а восток как говорится дело тонкое о здесь как бы вас насквозь насквозь люди видят как рентген кто вы и с чем вас сидят по первым дням ваше поведение вот прежде всего уважительное отношение ко всем к детям взрослым ко всем этим уважительно и такое же отношение будет к вам а вот на рынках вот будьте что-то покупать например наших обычно у наших есть такое привычка дурная вот взяту тогда прям помидоры так нет не так и живет не хорошего то вида такого так имеет им брезгом так это нельзя делать это вы делать нельзя вы оскорбляете человека и его товар это не надо не понравилось посмотрели отошли сделал лет сам и отошли дальше никто вас не заставит покупать бери это это вот здесь нет я же говорю еще раз что вот кого-то оскорбляли к если у него там например или хромой или как-то это или какой-то ущемленный или как бывает жизни у человека разный рождается или какой-то инвалид или что такое здесь нет такого без людям от уважения это самое вы будут уважать людей вас будут уважать людей людей а потом старайтесь со своими соотечественниками тоже будет уважительных отношениях уважительных отношений у большинство из наших я так их называю потомками нквдшников да вот у них вот понять такое что есть я например своего сдам короче куда надо или своего буду хает что-то это самое и от этого получил плюс глазах у места ничего подобного никто вас за это уважать не будет никто за это и помните одно вот во время войны даже до предателей предателей до привлекали на свою сторону но когда уже это сама они их не жалели потому что они говорили ты своих предал предал нас тем более предашь вот поэтому на этом очки не надо своих вот при других кидать своих обманывать своих сдавать со своими собачиться не надо этого дела не на наоборот надо показать при местах что вы друг другом хорошие хорошие отношения что вот нормально вот не надо вот это вот оставьте вот это вот злыстного так есть до которую вы там делали здесь оставьте весь я же говорю как рентген здесь надо уважительно относиться друг другу уважительно друг другу относиться о без всяких этих понимаете без всяких этих вот поэтому даже если вы слишком богат и не надо перед другим это турком пофигу они у них и богатые это вместе рядом ходит везде это как говорится в одних домах живут и их не квартиры тоже не отличается от богатого одинаково стандартные почти квартиры вот моем доме вот моя квартира 145 квадратов соседние квартиры площадке пенсионер живет то же самое 145 квадратов пенсионеры обыкновенные здесь за стеной живет тоже столько такая же квадратура живет многодетная семья обычно рабочая семья там живет богатый парень у него немецкое и турецкое гражданство две машины у жены у него интеллигентный такой он в основном за границей живет уважительно здоровается его супруга тоже современный уважительно все все здесь вот такой обстановка понимаете так что то что как то вы друг по другому если сам вас было вот здесь оставьте это здесь надо полностью изменить хотя бы для вашей же пользы для вашей же пользы войдите в образ хотя бы добропорядочного нормального человека если даже вы таковыми являетесь вот я просто говорю как есть вот здесь спокойно можно жить доход ночью ходить в анкаре в стамбул до стамбуле самые такие города конечно там 20 миллионов населения всякие всякие районы такие такие поэтому желательно ночью ночью кому надо это самое шляться туда-сюда я лично ночью стараясь никуда не это вечером не зачем я я и ванталий по ночам не ходок был куда-то гулять когда-то говорили у лисы год тысячи приемов но самый лучший прием у лисы до на глаза не попадаться шататься конечно туда-сюда везде шататься носоват везде обязательно приключение найдешь вот так даже ночью куда-то например вам до 9 магазина открыты можно ходить спокойно до 9 30 магазина открыт маркеты можно ходить до 12 ночи здесь маркеты не работают основном здесь вот маркеты до 9 вечера а 101 бим вот так и шок вот эти до 9 спокойно можно прийти купить что-то до 9 даже работает некоторые кафешки можно посидеть в анталии конечно там даже до 12 ночи кафешки работает ну все таки курортный город там туристы все такое а вот не курорт на глистах до 9 здесь уже после 9 же редко кого и увидишь на улице все у себя дома а вот курорт на городах до до 12 до часу даже гудят там вот и местные такие особенно летом днем то жарко днем то жарко пекло и вот после 6 вечера до двух ночи даже могут парков сидеть местные это чай пить там дети там футбол играть волейбол играть шум стоит а потом после час после двух тишина и целый день тишина никого не увидите пекло потому что никто не выйдет вот все под кондиционерами и вечером выход здесь не так здесь все в основном анкара и рабочий город интеллектуальные все в основном работают работают учатся студенты вот они днем вечером же 9 часам уже все дома но тоже можно извините и выходить и гулять и все но зачем ночью гулять до 9 вот столько времени вот после пяти часов уже рабочий день заканчивается можно еще и поужинать еще часа два по паркам гулять это мне кажется достаточно вот так что таких вот алкашем алкашей тут нет таких вот что вышляющихся вот таких вот бомжей алкашей таких вот здесь не увидите здесь не увидите они есть редкий случай где-то там попрощайки есть обычно такие женщины бывают и мужики такие редко очень редко очень чтобы как москве например бомжи ходили там туда-сюда вот это особенно на площади трех вокзалов такого нет такого нет здесь везде чистота где убирается вот и люди добродушные что-то дорогу спросит и расскажет что-то это расскажет вот я еще раз хочу сказать что все зависит от вас все зависит от я же будет не делайте друг другу плохо старайтесь делать хорошо но если не можете делать хорошо друг другу хотя бы не вредите друг другу это уже хорошо у меня бывает у меня так вот и в анталии мне было вот например позвонит попросит где-то отель например договориться я находил отели дешевле чем они находили помогал забывал кто-то отвечал добротой спасибо вот кто-то наоборот извините бывало так вот здесь вот максим приехал уехал добрый парень хороший парень вот сейчас моя подписчица приедет я и поехал договорился отель нашел все сегодня его созвонили заказ и предложил отель на 100 лир дороже чем я это самое уже для меня приятно вред для меня приятно что человеку сделал нормально договорился все там забронировал все сделал а почему бы нет почему нет если можешь есть твоих силах так что наоборот хорошо я же год друг другу плохо делать нельзя плохо делать нельзя вот как прошлом моем канале вот эти господа вот натворил что думаете у них жизнь наладил что ли за это или они богаче стали или на авторитет они заработали ничего подобного земля круглая когда-нибудь живут можно муж друг встретимся хотя я вообще видеть не хочу вот как глаза то смотрит если человеку сделать плохо как глаза смотрит не знаю но все зависит я же говорю все от нас а достаться человеком вот тем более я хочу сказать что последние события показывают что еще очень много будет приезжала и всем надо будет здесь как-то вот так вот обжиться чтобы не позориться здесь перед местным населением грязнёй перед друг другом не позориться не позорит те страны откуда мы приехали понимаете не позорит понимаете так что я же говорю надо бывает так что в какой страны это 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 очень много значит ты должен всегда держать авторитет свои понимаете у меня я до сих пор томска был такой случай зашел в один маркет вот вечером было там девушка продавщица была якутка и я что-то купил я уже не помню она меня спрашивает а вы год азербайджанец я говорю нет я говорю я туркмен она горой него два парня туркмена горку меня шоколадки горку пили г не отдали годин сколько там мелочь там не готов занести сказали как не занести я вытащил отдал деньги у нас такого нет забери за них не я не а потом выяснилось что это ребята не туркмена а вообще с туркмении туркмении жили но сами не туркмены но неважно я просто за честь за честь чтобы это это нельзя поэтому я же говорю всегда надо мы если например из россии приехал нельзя позорить ту страну оттуда приехал из украины приехал нельзя позорку всегда надо за свою страну стоять и показать что ты нормальный человек достойный человек и тогда окружающие вместе тоже тебя будут тоже друг другом грызть и это не самый лучший способ показать что ты им понравится как бы мэти этим этим ты себя не покажешь что для них что-то им понравился ничего подобного не наоборот возненавидят если своих так белый ты счет с нами то будешь делать вот такие дела держит можно я же говорю спокойно тихо главное с уважением вот так востоке с восток даже ташкент приезжает узбекистан казахстан приезжаете киргизии приезжая уважительно относитесь и вас на руках будут носить вас на руках будут носить в азербайджан приезжает и вот так таким уважительным друг другом со стариком молодым буду уважительно вас будут так на руках носить и везде будьте как свой а будете наглеты извините это хорошим не кончится вот так вот всем спокойной ночи пока